Стартовал очередной этап программы туристического кэшбэка. Напомним, что речь идет о возврате части средств гражданину страны, который купил тур по-любому из регионов России. О какой сумме идет речь и насколько выгодна эта акция для Тверской области, выяснила наша съемочная группа. Еще два года назад Федеральное агентство по туризму запустило программу кэшбэка. Ее главная цель – стимулирование спроса на путешествия внутри страны, а также поддержка всех представителей отрасли – от гостиничных комплексов любого уровня до компаний туроператоров. Суть проста – покупаешь путевку у любой субъект России, а иной раз и по целому ряду регионов, если это речной тур, и часть денег тебе возвращается. Человек оплачивает путевку через карту МИР, и после поездки в течение нескольких дней ему возвращается кэшбэк в размере 20% или 20 тысяч рублей на его карту. 20 тысяч, а если это Дальний Восток, то и 40 тысяч. Это максимальная сумма, подлежащая возврату, что тоже неплохо. За эти два года программа хорошо себе зарекомендовала, и теперь стартует новый этап. Его особенность в том, что он рассчитан на межсезонье – с 1 октября до 25 декабря. В речной круиз можно отправиться и раньше – с первым днем осени. Тверская область может получить здесь немало плюсов. Ведь ни для кого не секрет, что время с сентября и посередину декабря – это низкий сезон для нашего региона. Безусловно, для нас это очень хорошо, потому что у нас 43 гостиницы принимают участие в этом кэшбэке, в том числе один туристический оператор. А это означает, что будет наблюдаться спрос в низкий сезон, в том числе на тверские турпродукты и на бронирование тверских отелей. Здесь стоит отметить, что программа туристического кэшбэка не распространяется на так называемые туры выходного дня. Так что если кто-то хочет вернуть пятую часть от затрат на путевку, то стоит забронировать отель, начиная с пятницы. В случае с Тверской областью это довольно популярная схема, особенно у москвичей.